Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим основные компоненты, из которых строятся программы на C-Sharp, в частности, на всех объектно-ориентированных языках программирования. Речь идет о классах и объектах. Фактически, программа, построена по принципам объектно-ориентированного программирования, представляет собой некоторую модель реальной системы или явления. Построение этой модели состоит в том, чтобы выделить объекты и классы объектов, из которых стоит система, и оформить их в виде программы. Программа представляет собой вот эту модель и состоит из неких элементов, которые моделируют какие-то реальные объекты и взаимодействие между ними. Давайте посмотрим, как это можно проиллюстрировать. Ну, давайте представим себе, что мы создаем какую-то программу, которая помогает управлять зоопарком. Или, например, это будет компьютерная игра. Зоопарк. Накорми всех животных. Значит, первый вопрос, который мы должны себе задать, как разработчики, из каких, собственно, объектов состоит модулируемая нами система. В данном случае, зоопарк. Что нам необходимо включить в нашу программу для того, чтобы создать адекватную модель, чтобы она позволяла нам выполнить те функции, которые необходимы. Когда мы выделили объекты, необходимо рассмотреть, какими же свойствами обладают эти объекты, какими характеристиками. Ну и последнее, это нужно определиться с тем, как эти объекты друг с другом взаимодействуют. Какие объекты создают другие объекты, какие взаимодействуют, каким образом взаимодействуют, какие есть каналы передачи информации. Вот, собственно, проанализировав эти моменты, мы можем сформировать программную модель, которая, по сути, является тем приложением, которое мы хотим разработать. Если мы рассматриваем зоопарк, то мы начинаем просто накидывать, какие объекты в данной системе присутствуют, что может нас заинтересовать. Для того, чтобы создать конкретное приложение, нужно учитывать те требования, которые у нас есть, потому что существует, конечно, большая разница между компьютерной игрой, которая сделана по мотивам зоопарка, и реальной программой, которая помогает управлять реальным зоопаркам. Но, в любом случае, когда мы начинаем проектировать нашу программу, имеет смысл просто отвлечься от какой-то конкретной задачи и просто постараться накидать как можно больше различных объектов, с которыми мы здесь сталкиваемся. Просто вот как такой мозговой штурм устроить. И впоследствии уже можно будет проанализировать какие-то объекты, которые мы понапридумывали, может быть, лишние, нам не нужны какие-то, может быть, имеет смысл объединить в группы. Какие-то, возможно, придется еще добавить впоследствии, когда мы начнем более детально анализировать, что именно мы хотим сделать. Ну вот, скажем, по зоопарку первые несколько объектов, которые мне пришли в голову. Собственно, сам зоопарк, какие-то животные, слон, мартыш, попугай. Если мы собираемся каким-то образом управлять тем, сколько и каких кормов нужно поставить нашим животным, чтобы они не умерли с голоду, то, соответственно, появляются какие-то продукты, которыми они питаются. Может быть, там какой-то склад провианты есть в зоопарке, я не знаю. Мыши могут быть, с одной стороны, обитатели нашего зоопарка. Может быть, это корм для удава. То есть, варианты могут быть разные, тем не менее, мы просто пытаемся проанализировать, какие же объекты у нас существуют в нашей системе. И, таким образом, у нас появляется исходный материал, с которым мы впоследствии сможем активно работать. После того, как мы определились с набором объектов, которые нас интересуют, мы можем посмотреть, как эти объекты связаны друг с другом. И здесь появляются понятия класса. То есть, если мы рассматриваем, например, тех животных, то в нашей программе может оказаться полезным подразделить всех животных на какие-то подклассы. То есть, это могут быть млекопитающие, пресмыкающиеся птицы. Может быть, от того, к какому подклассу они относятся, зависит, например, где именно на территории зоопарка располагаются данные животные. Может быть, имеет смысл более детальная классификация млекопитающих, возможно, имеет смысл подразделить отдельно на обезьян и слонов и других млекопитающих. А конкретно, чем это определяется? Конечно, мы должны учитывать конкретные требования нашей программы. Необходимо ли нам отделять обезьян от слонов? Если у нас там принципиально разные карманы, например, используются и эти животные находятся в разных местах зоопарка, то в каких-то случаях это имеет смысл делать, действительно подразделять на такие под объекты, а в каких-то нет. Но принципиально важно то, что при построении программы мы можем выделить не только конкретные объекты, то есть вот конкретный слон, которого зовут фараон, конкретное существо, некий конкретный объект или конкретная мартышка какая-то. Но объекты объединяются в некоторые классы. Классы объектов это совокупность некоторых объектов, которые имеют общие свойства. Но если мы говорим, например, о животных, то в данном случае там животные потребляют какую-то пищу в каких-то конкретных количествах. Если мы рассматриваем питание животных, то они нас интересуют именно в этом аспекте. И мы всех животных можем отнести к некоторому общему классу животных именно по тому принципу, что они питаются какой-то едой, мы должны эту еду им предоставить. С другой стороны, сама еда может выступать как отдельный класс объектов, другой, в отличие от животных. Конкретные виды еды могут объединяться каким-то своим свойствам. Может быть это связано с поставщиками, кто поставляет данный конкретный вид еды, с тем, нужно ли ее хранить, как ее хранить. Как конкретно мы используем наличие этих объектов, какими именно свойства нас интересуют в нашей программе, это зависит от требований к программе. Но анализ того, что входит в программу, каким образом мы ее будем реализовывать, очень полезно проводить именно исходя из того, что мы подразделяем все пространство объектов, с которыми мы работаем, на какие-то конкретные объекты и конкретные классы объектов. Впоследствии мы можем уже реализовывать некоторым программным образом модели, которые превратятся в конкретную программу, реализующую требования нашего заказчика. Если посмотреть дальше более детально на то, каким образом классы уже объектов между собой взаимодействуют, то здесь можно выделить, что многие классы выстраиваются в некоторую такую иерархию. Но это может быть больше относится к какой-то программе, которая биологическая, там например какой-нибудь каталог животных. В этом случае может понадобиться более детальное проектирование классов животных, когда мы уже не только анализируем, сколько то или иное животное потребляет еды, но и если нас интересуют какие-то другие качества наших объектов, то возможно построение вот такой вот диаграммы, как представлено здесь. То есть мы у животных можем подразделить на млекопитающих, птиц, на пресмыкающихся. Млекопитающих мы можем тоже делить на разные составные части и так далее. Выстраивая довольно сложные иерархические такие структуры. При этом важно понимать, что, например, млекопитающие, они являются под классом животных. Это означает, что они в значительной степени какие-то свойства животных, они наследуют, то есть они имеют те же свойства, что и животные вообще. Но при этом у них появляются какие-то дополнительные свойства, которые для них уникальны. То есть тот же самый вопрос о потреблении пищи, например, и млекопитающие, и птицы потребляют пищу. Эти качества потребления пищи они унаследуют от класса животных. Но при этом у них появляются какие-то специфические свойства. Там у птиц, например, есть крылья. Если это важно в нашей программе, то мы можем выделить этих птиц в отдельный класс. Следующий момент. Каждый класс характеризуется тем, что он обладает некоторыми свойствами. И конкретный экземпляр класса, то есть конкретными экземплярами класса являются объекты. То есть если у нас есть класс обезьяны, это такое абстрактное понятие. Если у нас есть конкретная какая-то мартышка, непосредственно живое существо, у которого есть своя кличка и который живет в такой-то клетке, то это вот конкретный объект, который принадлежит классу обезьян. Класс определяет то, какими свойствами обладают все представители этого класса. Если мы, например, задаем, что какой-то, мартышки, например, обезьяны, имеют такое свойство, как вес, то это означает, что все представители этого класса, то есть все конкретные объекты, конкретные обезьяны обладают этим свойством. Таким образом, описывая некоторые характеристики свойства класса, мы задаем возможные свойства всех объектов, которые к этому классу принадлежат. В качестве свойств могут быть то, чем питается, например, то или иное животное, сколько именно оно потребляет пищи, вес, цвет, количество лап, наличие крыльев, цвет, глаз, имя или кличка конкретного. То есть у класса животных может быть свойство кличка. И конкретный объект, конкретный представитель этого класса имеет конкретное значение этого свойства. Если у нас есть слон или фараон, то его свойство кличка имеет значение фараон. А свойства определяют конкретные качества того или иного объекта. То есть мы можем говорить, что у класса животные есть свойство вес. Но это свойство вес у каждого конкретного объекта имеет свое значение. И какой-то там конкретный слон весит, я не знаю, 5 тонн, а конкретная мартышка весит 5 килограмм. И тот и другой объект обладает свойством вес. Но значение этого свойства у каждого объекта свое. Кроме того, каждый объект и каждый класс определяет не только свойства, но еще и методы. Что такое метод? Методы это фактически те действия, которые могут производить представители этого класса. То есть если мы для животных определим метод кушать, то соответственно каждое животное конкретное сможет выполнить это действие. Имеется в виду конечно в нашей программе. Не то чтобы это во всем мире так происходит. Но если мы в нашей программе определим класс животных и скажем, что все представители этого класса умеют выполнять действие кушать, то каждый объект конкретный этого класса, принадлежащий этому классу, тоже сможет выполнять эту функцию. Выполнять этот метод. Точно так же если мы определим метод спать, то мы таким образом все объекты класса животных научим отправляться спать. Соответственно определив в классе свойства и методы, мы задаем возможности конкретных объектов. Таким образом мы описываем конкретные объекты и определяем, моделируем какие действия они могут совершать и какими свойствами они могут обладать. Ну и наконец присутствует третий такой элемент. Кроме свойств и методов существуют так называемые события. Если методы определяют действия, которые могут совершить представители данного класса, то события это обычно нечто, что происходит либо с представителями этого класса, либо просто в системе происходит. Обычно если событие происходит с каким-то объектом, то событие определяется для того, чтобы вот этот вот объект смог информировать всех желающих о том, что с ним такое событие произошло. Например, если тоже животное, если оно проголодалось и желает поесть, то мы можем определить для этого класса события проголодался и тогда любые другие объекты, которые хотели бы получить эту информацию. Например, там есть человек, который отвечает за кормление животных. И объект, который моделирует этого человека, он должен получать информацию о том, что конкретное животное проголодалось. соответственно мы можем в классе животное определить событие проголодался, а человек, который ответственный за кормление животных будет получать уведомление об этом событии. И тогда, когда какой-нибудь лев проголодается и начнет рычать, то соответственно человек об этом сразу узнает, что пора этого льва кормить. Точно так же можно определять совершенно разные события, которые в системе могут быть полезными. Тоже животное может устать и у него наступает период, когда ему нужно отправиться спать. Может быть просто наступает ночь и это меняет каким-то образом, например, поведение животных. Потому что какие-то ночные животные просыпаются в это время и выходят на охоту. Если это актуально для нашей программы, то мы можем ввести такое событие в нашей системе, как наступление ночи или наоборот наступление дня. И соответственно объекты, которые населяют нашу программу, могут на эти события каким-то образом реагировать. Появление детенышей или вдруг вулкан стал извергаться. Все это может быть оформлено в виде событий. И если нашей программе это необходимо, это можно сделать с помощью этого элемента. Давайте подведем какой-то результат. Для того, чтобы проанализировать, как нам разрабатывать нашу программу, необходимо попытаться сделать следующие вещи. Нужно выявить объекты, которыми манипулирует наша система. Обычно объекты это просто существительные. То есть достаточно задаться вопросом, кто или что присутствует в нашей системе. И у нас появляется сразу куча ответов, которые могут подойти под объекты, которыми мы станем моделировать, реально использовать в нашей программе. Кто существует в системе зоопарк? Животные, посетители зоопарка, касса может быть, если нас интересуют, билеты, если мы моделируем экономическую деятельность зоопарка. Погода может иметь место, если нас это интересует, опять же. Ну и так далее. У каждого объекта есть свойства. Свойства, как правило, связаны с прилагательными. Когда мы задаем вопрос, какой этот объект, да, вот если мы говорим это животное, животное оно какое, то у нас сразу появляются предпочтения, которые мы можем использовать для определения свойств этого объекта. Актуально ли для нас понятие цвета животного? Значит, цвет это кандидат на то, чтобы его использовать в качестве свойства для животных. А если мы говорим о кормлении животных, значит появляется свойство голодный или сытый. А если нас интересует выращивание животных, возможно нас будет интересовать свойства плодовитости животных, насколько они быстро размножаются и так далее. То есть вот с прилагательными, как правило, связаны свойства объектов, которые имеет смысл использовать. Методы обычно соответствуют каким-то глаголам. То есть что наши объекты делают, что они могут делать, какие выполняются действия. Есть опять животные, они могут спать, есть, нападать. Если мы создаем компьютерную игру, объектами в которой являются животные, то мы можем каждому объекту животного научить, то есть присвоить метод, который это животное рисует на экране. Например, тогда каждый объект, каждое животное будет само знать, как себя нарисовать на экране. Ну и наконец, события, это как правило тоже глаголы, только в отличие от методов, они описывают действия, которые не совершают сами объекты, а которые происходят либо с ними, либо над ними. То есть либо там всходит солнце, либо там животное заболело тоже, событие какое-то. И на эти события могут реагировать другие объекты в системе. То есть обычно события это способ, с помощью которого один объект информирует другие объекты, что с ним что-то произошло. Ну и наверное последнее, что я хотел бы сейчас отметить, это нужно при анализе и при проектировании нашей программы в будущем, нужно очень четко стараться разделять. Разделять ответственность между вот этими основными элементами, из которых состоит программа. То есть если мы выделяем какой-то класс объектов, то мы должны четко понимать, что этот объект, вот этот класс, например, та же мартышка, этот класс отвечает за какую-то конкретную функцию. Реализацию, поведение, мартышки и ничего больше. Если у нас возникает потребность добавить какую-то еще функцию, ну например, что еще может мартышка делать? Отвечать за открытие зоопарка, например, да? Когда наступает какой-то момент времени, мартышка открывает зоопарк. Это было бы странно, да? И даже с точки зрения логики. Но на самом деле очень часто начинающие программисты совершают такую ошибку, что в один класс включают слишком много функций. И он начинает работать уже не только как мартышка, который описывает именно поведение конкретного животного, но начинает еще делать какие-то странные вещи, типа продавать билеты в зоопарк. Всячески старайтесь этого избегать. Внимательно следите за тем, чтобы каждый объект у вас четко был определен и определены его функции, чтобы он не выполнял действия, которые для него не свойственны. Лучше, если такая потребность возникает, лучше создать отдельный класс, который будет отвечать за вот эту новую функциональность. То же самое можно сказать и про конкретные методы, например, или свойства. То есть один метод должен выполнять строго определенную функцию. У него должна быть только конкретная ответственность. Если у вас есть метод, который рисует животное, он должен только рисовать животное. И не должен уже издавать звуки этого животного. Издавать звуки из животного – это должен уже другой метод. Когда вы четко разделяете вот эти ответственности, ответственность ваших методов, то ваша программа становится проще, понятней и их легче разрабатывать. Ну и, наконец, заключение. Я хотел бы повторить еще разочек, что мы рассмотрели сейчас основные элементы, из которых строится объектно-ориентированная программа. Это классы, объекты, их свойства, методы и события. Ну а на следующем занятии мы посмотрим, как все эти элементы реализуются средствами языка C-Sharp. Спасибо. На сегодня все.